Добрый вечер, друзья. Мы снова вместе. Мы в Яндексе. В этом Яндексе чего только нет. В том числе и мои статьи. Видите? Садовод, железо. И здесь все мои секреты. Снова садовод, железо. Справа садовод, железо. Снова садовод, железо. Программа для студентов. Я начал составлять программу для студентов. В том числе я еще и что сделал. Чтобы студенты, которые по программе железо должны будут, подчеркиваю, должны будут осень постараться. Это студенты будущего. Это программа будущего. Это университеты. Будущее. Подчеркиваю. Будущее. А это значит, что им университет даст землю. В Москве может 2 сотки. Если тебе резвику не прикроют. А кажется, прикрывают. Где-нибудь в Европейской России 5 соток. В Сибири можно и 10. Команда такая. Кроме технического обучения. Еще и добываете сами. Сортообразцы, клоны, формы в виде косточек, семечек, черенков на прививку. И саженцев готово. Где хотите, как хотите. Вот. Посадите. Вырастите. Привьете. Получите плоды. Ускоренное обучение. Диплом через 3 года. Если сдать эти теорию по железному. А теория железов. Это ответ на 1000 фотографий. Причем должны без заранее этих готовых вопросов ответов. Дебильных. Помните, как я издевался над ЭГЭ? Вот. Для поращивания семечки. Один из трех вопросов. Нужно было отсутствие воды. Вот. Как я над ними издевался. Кому от этого холодно. Им не холодно, не жарко. И вот получается, что одна из тем должна быть такая. Не попасться на удочку. Представляете, студент приезжает в Агросимфон, это кажется, на Волге. И говорит, я хочу пятерку получить. Я хочу посвятить жизнь. А у вас такая прелесть растет. Вот. А перед этим он зашел, допустим, сюда. Помните мой первый фильм? Я не буду сейчас показывать, сколько на эти фотографии претендует сотен. Сколько сотен сайтов претендует на эти фотографии. Вот. Этого я показывать пока не буду. Вот. Так. Вот сейчас, когда что-то заминка, это против меня работает. Если я буду ждать, это очень-очень долго. Давайте вернемся в Яндекс. Потом, может, вот, вот, идет загрузка. Потом, может, вернемся. Так. Вот. Ну, хорошо. Ладно. Это тот же Агросимфонд. Давай, может быть, здесь откроется. По-быстрому. Ага. Открылась. Вот он. Мы о нем говорили. Так. Кстати. А, он нормально открылся. Вот. И я хотел просто, чтобы вы имели представление, что творится. Итак. Нам нужно плодовые растения. Плодовые, плодовые, плодовые. Что-то здесь. Это, 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 это. Вот здесь плодовые, по-моему. Да, вот они. И вот здесь начинается абрикос. Да. Сегодня нам не везет, потому что все идет с каким-то, с каким-то тормозом. Видите, я нажал, а вот нет, все происходит. Это так, вот, дождаться или закрыть. Подождать. Да, оно само, сам компьютер чувствует, что он нам, нас подводит. Говорит, или ждите, или закрывайте. Вот. Жаль, если так оно будет продолжаться. И у меня будет скомкан фильм для студентов и для всех нас. Вот. Опять спрашивают, подождать или закрыть. Ладно. Давайте так, мы выйдем отсюда полностью. Как, для чего это надо будет делать. Ой, выскочеловский садовод. Мы вот тоже с ним беседу имели. Ну-ка, может быть, он не будет тормозить. Какая была беседа? Вот они фотографии. Интернет, 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 интернет. То есть в Омске ничего этого не растет. Самое страшное, что они себе присвоили еще саженцы черешни, которые... Вот они, видите? Вот сюда нажали. Вот сколько я вам уже показывал это. Взяли, сделали. В Яндексе. Это уже была первая серия, сейчас вот. Вторая, это уже третья. Посмотрите. Видите? Вот это все означает, что Омск, тем более сибирский, никакой черешни не имеет. Зачем они это делают? Самое страшное, смотрите, что здесь будет написано. Держитесь. Саженцы из Сибири. А в Сибири полтора сада черешни. Всего полтора. Первый Ботнера и второй пол сада уже лизово. Все. Вот я скромно себя ставлю на второе место. Нету ничего. Значит, будем продолжать. Итак, смотрите дальше. Вот. Поняли? Это я просто напоминаю, о чем мы будем с вами говорить. Ну, давайте смотреть. Мы сейчас будем находить, желательно, те, которые свистны в моей фотографии. Свистны в этой еще мягко сказано. Вот когда берут фотографию моего сибиряка, моего сада, это, моего, 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 моего. И переименовывают персикоцанский, называют сибиряк. И думают, что это из Сибири. Очень хитрый, ловкий ход. Вот. Ну, давайте посмотрим семена 74. Смотрим, не глядя. Итак, уральский дачник. Вот здесь мы остановимся подробнее. Тем более, вроде бы уже тут торможения так нет. Вот, ну, агрикос тут есть, сливы, яблони, вишни, голуби, груши, все есть. О, замечательно, более Урала. Урал это достаточно, есть там места хорошие для этого. Вот. Лучше, чем даже у меня. И вот, смотрите, есть телефон. Вот он. Видите? Уральский дачник, конечно, на Урале. Вот. Теперь. Узнайте подробнее и задайте пару вопросов. Первый. Почему у вас... Так. Сейчас мы уточним, что их спросить. Итак, абрикос. Вот. Ну, что я смотрю? Из интернета, 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 из интернета. А где же свой сад? Из интернета, из интернета. О! Вы думаете, я нашел, что то, что у них в саду? Нет, ребят. Это фотография от Железова. Доказательства, пожалуйста, сейчас. Я уже столько раз доказывал, что я сейчас быстро найду, быстро, это мой архив, 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 так, чуть назад, сейчас будем искать, это примерно 2007-2008 год, ага, вот здесь, ну что, поехали, вот мои абрикосы, а тут уж сомневаться не приходится, вот, допустим, подают в суд и говорят, вы у нас, Великортиныч, украли эту фотографию и козыряете ей, вот, видите, это, сегодня утром я снимал агросимфонт и показывал, откуда они эту фотографию взяли, вот моя физиономия, да, вот, это, как они на меня в суд подадут, вот так вырезали, все в середку, да, вот так вырезали, моя куда-то морда делась, и крупный план сделали, вот теперь получилось, когда вырезали, вот такая, и фигурирует еще у них, еще на сотне сайтов, видите, как все просто, и вот в этой же самой, кстати, вот он сибиряк, обозвали его сибиряком, это хасанский персик мой, и он обозвали сибиряком, и руку ясно, называется сибиряк, значит, растет в Сибири, значит, покупаете, так, нет, ребята, этот еще сотня сайтов сделала, вот, ну, идем дальше, походу, может, еще чуть-чуть украли, я покажу вам, вот этот, украли фотографию, почему, потому что эта линейка моя фирменная, уже ее знает пол-России, вторая, по-моему, не знает, но знайте, друзья, увидели эту фотографию, действуйте, как учил нас незабвенный Казьма Протков, а Казьма Протков учил так, увидел черта, не верь глазам своим, поняли, да, юмор, надеюсь, поняли, вот так вот, вот это вот, моя Жигулевская, это, когда разбирался с Агросимфондом, там я показывал, сколько еще разных этих присвоили фотографию Жигулевского, вот тот самый, что я показывал там, выше, да, чуть раньше, вот, и одна написала, я бы не Жигулевская, карлик, представляете, вот он, карлик, ну, то есть, если уж врать, так врать, вдруг кто-то позарится на слово карлик, ладно, идем дальше, ну, это, вы же видели, то, что вот это украли, и себе река украли, вот, так, 2007 год нету, переходим на 2008 год, это мы учебная фотография, вам, все это проходило, еще будем проходить, вот, узнаете, что, что нельзя груши садить даже на ровном месте, все равно сгнивает, и многое-многое узнаете, вот это вот, тоже многократно украдено, вот это, но мы это проходили, ее я часто показывал, ну, а дальше другу ясно, о чем жизнь пойдет, итак, перед вами, внимание, мой Серафим, у них есть одно качество, я этого не умею, вот, кто-то умеет, тип элемента, дата съемки, а как я раньше-то не замечал, 2008 год, а я-то маялся, какой год не мог, а ну-ка, 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 я железов 10-20 лет не замечал, что вот дата съемки есть, разрешение, размер, ага, ну, ну, теперь пусть доказывают, вот, вот так делаем, вот теперь пусть доказывают, тут, получается, они идут подряд, да, вот, вот, теперь, пожалуйста, доказывайте, что это ваша фотография, а я возвращаюсь к нашим, вы поняли, к кому, вот она, ну, давайте еще раз, это, внимание, смотрите, вот такая вертикальная веточка, вдруг она станет ориентиром, давайте посмотрим, вот она вертикальная веточка, вот, ну, и дальше, раз уж мы тут, что тут говорить, что тут говорить, сало как сало, вот, ну, что, дальше будем продолжать, тут, вот это вот, кстати, я вчера показывал, то же самое, еще один питомник отличился, красноярский, флора, кажется, что ли, вот, задолбил, мою фотографию присвоили вместе с этим, с красноярского рядом, там меня знают, присвоили вместе с этой же, этой самой линейкой, так они сменили на другую, с саженцами, а саженцы опять же мои, ну-ка, видели, вот теперь, вот так, дата съемки, 2008 год, так, все, разобрались, и теперь мы возвращаемся к нам, все-таки к нашим баранам, ну, они хотят, чтобы баранами были мы, ну, в общем, тут уже, или бутылка хорошей водки, или бутылка со скидкой литровой водки, видите, я разбираюсь в этом, хотя мне, делишься, денег хватает на столько, на самогонку, ну, маленько разбираюсь, и вот, получается, что, раз они украли мою фотографию, я их щадить не буду, давайте разбираться, итак, сорт Казмин, ну, это любой дурак знает, если я подписываю под эту фотографию, сорт Серафим, плодоносит, плоды округлые, так, все это, естественно, что все это вам приснилось, короче, передали, так, да, что-то вот такое бы редкое было, такое, ух, что такое, ух, с абрикосами уже понятно, да, вот, все эти абрикосы, все это единые фотографии, откуда вы берете саженцы, потому что у вас сада этого нет и будет не будет, давайте еще раз, это касается и вас тоже, судя по этим фотографиям, да, вот, допустим, вы говорите, все честно, все правда, вот, так, допустим, наврали, все это в вашем саду растет, и это не вы, а вас украли, я согласен, но тогда почему вы не приглашаете в Нобелевский комитет, а? Вы понимаете, что это, я понимаю, да, вот, фотографии, если это все-таки ваши, то они того же уровня, как и Испания и Виталия, но, извините, Урал, почему вы не обращаетесь в Нобелевский комитет, давайте посмотрим, в чем вы еще богаты, вот, груша, тоже овощ довольно редкая в нашей России, знаете, почему, у них основание штамбы сгнивает, только об этом, как правило, никто ничего не знает и знать не хочет, садят в яму, и даже, как я показывал, доктор, доктор настоящий, своими руками выкопал яму, посадил в углубление, написал, посадка яблень, груша, в руках, держал, об этом посадил такую, яблоню, такую калеку, которую, это надо было худше выбрать, какой только это, причем где-то у торгашей, вряд ли он сам это выросил, вот, пожалуйста, груши, 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 проверить вас что ли, проверить вас что ли, ну, допустим, вот эту фотографию взять, найти изображение в Яндексе, так, вот тут, сейчас будем смотреть, а, давайте так, вот тут не видно, вот так я направлю специально, давайте, вот видите, она или похожая, но пока идет она, 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 она. Так, сколько претендентов на эту фотографию? Как вы умудрились на Урале не вырастить эту грушу? А если вырастили, зачем вы фотографию прислали? Вот её уже где Октябринка зовут, вот она уже память Якулева. Таких как вы, мы сейчас сотню пролистнули, да? Вот они, сколько иностранных, каких-то только нет. Попробуйте расшифровать вот этот вот шрифт. Да никогда. Какая-то страна экзотическая к ней. Может там как раз её сфотографировали. А тут груша сказочная. Да, сказочная. Сказки вы это рассказываете. И вот этот сайт, и этот сайт, и этот, и этот, и этот, и этот, и этот, и все, 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 все его называют это сказочная. И все сказочные. И в Москве её продают тоже сказочные. О-о-о. Господи, я уже устал. Когда же это кончится? Сейчас. О, груша аббат. Ох, она уже аббат. Ах, боже мой. Свердловчанка. Ну, это ближе к вам, потому что... А в Свердловске это Урал. Ну, так. Тихая охота в Беларуси. Про грибы. Странно. Ну, вот и жаль, но и северянка. О, элси. О-о-о. Ну, посмотрим сейчас ещё раз, как вы её обозвали. Как вы её обозвали. Сказочная. Ну, что я скажу. Не ваша эта фотография. Продолжать, не продолжать. Что ещё интересно можно сказать? Может, о хозяевах что-то. Входя... Нет, нет, нет. Это к вам не относится. Так, 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 так. Облата, доставка, официальный сайт. Сайт официальный. Только не верю я ему. Значит, ещё раз. Давайте хотя бы телефон посмотрим. Вот он телефон. Пожалуйста, я вас прошу. Прошу людей неравнодушных. Вот. Таких артуралистов. Берёте, как... Видели, как я снимал этих... Как я снимал телемосты. На том конце провода любой человек включили громкую связь. Громкую. Вот. Ключили, как я. Вот там у меня телефон, да. То ли Sony, то ли не Sony. Ой, фотоаппарат. И я им снимаю. И даже фильмы снимаю. Вот. Набрали и спросили. Вначале... Откуда дровишки? Это будет пятый вопрос. Допустим. Значит, первый будет так. Вот. Скажите, все фотографии, которые на сайте, это с вашего сада. Вот. Вероятно, что вы слышите бодрый ответ. Вот. Первый из вас. Потом они насторожатся. Раз вы научены мною. Вот. На первый ответ будет такой... Да хай! Ну, штука! Обижаете, да, пиноши. Второй ответ. А где фотографии вашего сада? Вот. Ну, может сказать, вот как здесь. Видите, много-много груш. Вот тут. Вот тут. Видите, много-много груш. Вот здесь. Вот здесь вот. Вот. И мы снимали у себя. Тогда скажете, а почему еще 100 сайтов претендует на эту фотографию? Ответ будет такой. А это мы, а они у нас украли. Тогда вы все это пройдете по абрикосам, все из интернета, скажете вы. Вишням тоже все из интернета. Вот тут тоже мои фотографии. Не часто, но встречаются. Повезло в этот раз, нет. Вот. Ну, когда видишь вот такую красоту, да, вот такую... Ну, бесея этот, как бы дичок тут, может не заглядывать. Хотя тоже впечатление производит. Может быть, вы и правда бесею выращиваете? Ну, давайте посмотрим. Вдруг для себя будет одна-двая фотография. Давайте смотреть. Нет, она сильно эффектная, поэтому на нее претендентов опять набралось... Хоть чуть не сказал, чья туча. Есть такое выражение, первая слава на букву Х, а вторая туча. А вот это туча. Нам не запретили. Вы же мне и запретили, друзья. Вот же, значит, эффектная фотография. А почему вам, если у вас есть бесея, это такая, где... Такое, где чё? Чё, обратно листаю. Если вам свою не сфотографировать, то это уж сорняк почти. Уничтожить невозможно. Почему вы так себя ведете? Вот сколько их. Ну, в общем, дальше можно не продолжать. Итак, извините вас тоже из интернета. Ну, хорошо, скажем, хоть одна-то может своя фотография быть. Вищем изображение в Яндексе. Как-то, извините, называется... Ну, и сейчас включим. Ну, и всё. Понятно. И так существует, если набрать фото вишни, первые 20-30, там мои есть. Вот, они как бы с самого начала. Видишь, что делается? Поручается опытному компьютерщику, но он же дурак в дураком садоводстве. Так? Но опытный компьютерщик. Я повторяю, дурак в дураком садоводстве. Вот, видите, что творится. Вот. Ему говорят, вот, чтобы там... Даже с потолка отберутся. Даже не с потолка, а просто распространённые сорта. Вишни, абрикосов, яблень, груши, говорится. Вот. Пиперите, набирайте. Вот, как я показывал, допустим. Вот, видите? Сейчас я попробую, да? Вот, например. Так, нет, ух ты, так. Сейчас, сейчас, сейчас. Я не туда попал. Видите, запрос. Вот, я... Ага, тут же у меня же, помните, этот самый, Серафим. Фото. Ну-ка, ну-ка. Вот. Так, прошу прощения. Володя, да, снимаю фильм, перезвоню. Осталось 8 минут. Извини. Так. Ага. Значит, фото. Так, абрикос. Абри... Ош... Серафим. Сейчас я покажу, как они делают выдающийся сад. Помните, что там стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Вот так вот. Смотрите. Вот они. Давайте смотреть все картинки. Вот. Почему они часто на вранье попадаются? Видите? Абрикос Серафим. Мой абрикос на третьем месте. То есть, когда им нужно собрать десяток, так, этих надо придумать, придумать. А саженцы не покупают с юга, они приходят на валом. Некоторые продают потом так же, уже с сухими корнями. Некоторые рассаживаются по этим самым. По горсткам называется доращивание. Это та же халтура. И вот получается так, что... Берут обычно вот самый верхний ряд. Второй ряд. Вот. И получается как? Вот, видите? Абрикос Серафим с моего сада. Ну, сейчас я искать не буду. Ну, это... На ящик коньяку. Что найду, если кто-то из вас не поверит. Вот скажут. Ну, вот один раз попал в железо. Это в точку. И больше все на этом. Нет. Итак. Вот эти фотографии. Видите? Самый... Чаще всего попадает в этот. Я их уже знаю в лицо. Эти фотографии. Чаще вот эта моя. Она обычно второе-третье место. Была и на первом. То есть чуть по-другому наберешь. Фото Серафима-Брикос. И она уже окажется, допустим, на втором. Вот она обречена. Обманывать. С моей помощью. Это же я фотографию сделал. Получается, мы обманываем тысячи людей. Но тут моего греха особого нет. Во-первых, не я обманываю. Во-вторых, ведь если я ликвидирую ее. А она уже мне не принадлежит. Но если бы я не фотографировал все время... Что тут, маленький выбор, что ли? Любую другую поставят. Поняли, да? Вот так вот. Ну и заодно уже поищу свои. Моя. Так. Заходите еще раз. Хотите проиграть ящикальнику в спорте со мной? А я вам ее предоставлю в чистом виде. Включая, помните, с теми данными. Так, дальше не мое, 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 не мое. Вот это классика есть. Абрикос. Только он уже не Серафим. А это, знаете... Ой, ладно, все, пропускаю. Вот еще моя... А знаете... Ой, подлость какая. Значит, я клянусь Богом, чтобы сейчас меня не лезть вошли и не показывать ее. Но кто-то уже успел ее... Как называется? Прихватизировать. Вот это называется... ВВВ... Лесодар. Это, видимо, Лесодарку. Название это... Его можно вас найти. Очередного, подчеркиваю, очередного сайта. Ладно. Посмотрели. Я к тому, как их присваивать легко. Свой логотип нанесли, все. Дальше поехали. Это они... Ну, это я сказал, что моя. Вот это моя фотография, видите? Это моя... Это самое... Гостья. Он непростой человек. Этот человек имеет прямое отношение к науке. Она учит студентов и приехала ко мне поучиться, в свою очередь. Не чурается. Так, дальше поехали. Вот еще увидим мою... Вот у меня больше популярны мои академики королевские, а здесь как-то... А, вот еще. Ну, подумай, что это Амур. Ой, Артем. Вот, видите, какая эротика. Это моя племянница собирается. Полы. Ну, все, нагляделись, нагляделись. Сейчас закончится съемка. И так, как он... Быстренько записались там или позвонили и сказали. Первое. Делайте вид, что вы этот... Лох. Вы уже не лох. Любой человек из вас, кто это видит, уже не лох. Вы говорите, я новичок. Я хочу к вам приехать с ведрами, тазами, ванночками. Лопату дадите, накопаем саженцев свеженьких. Я их выберу, заплачу вдвойне. Попробуйте их купить тем, что я заплачу вдвойне. Ну, выкапывай сам. Сохранить корни. Вы получите вежливый ответ. Причина будет выдавана любая. Вот, например, вы живете... В случае, мной задокументированы. Человек живет в 20 километрах от питомника. Ему говорят, мы вышли вам по почте. Приезжать не надо. Последний случай был в Москве. Темирязевская академия. Значит, человек привезли такую дрянь. А запретили приезжать самому выбирать. В общем, вы поняли, да? Наводящие вопросы. На что привито, поплывут, не ответят. Значит, почему нет фотографии собственного сада. Буду долго изображать эту самую невинность. Как мне передо мной изображали. Нам некогда было фотографии делать. Пришлось взять вашу. В общем, поняли. Вот это и есть инструктаж. А потом посылайте. Есть такой сексуальный адрес. Вот туда и посылайте. Может, они там удовольствие получат. А не ваши деньги. Пока. Заканчиваю, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok